Новые освещения, дорожки, скамейки и другие элементы благоустройства. В Апатитах мэрия взялась реконструировать городской парк за зданием администрации. Каким он будет, редакции рассказала первый заместитель главы Наталья Островская. Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, как преобразится городской парк за администрацией? Ну, я хотела бы напомнить, что городской парк победил рейтингом голосования, которое проводилось в марте этого года. За него проголосовало 7190 жителей нашего города. Как он преобразится? В первую очередь, это освещение. Если сейчас у нас здесь установлено всего 15 столбов, то будет установлено новое парковое освещение, 74 столба. Помимо этого, свое освещение получат и детские площадки, которые у нас расположены, две детские площадки, которые расположены в парке. Изменится, в принципе, в парке изменится его конструктив. Будет образована центральная площадка с большой клумбой. Все это будет замыкаться на круговых дорожках, которые точно так же будут вдоль парка сделаны. Будет проведено асфальтирование всех новых дорожек. И появятся новые так называемые узлы или площадки, по которым можно будет. Они будут небольшие, они будут предназначены для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли развернуться. Наталья Владимировна, про светильники. Это будут какие-то современные или это такие красивые, но обычные? Нет, это будут именно парковые светильники шарообразной формы. Светодиодные? Светодиодные. То есть, которыми можно выглядеть на окружных и на проспекте Сидоренко, на строителей? Пусть это будет тайный. Когда они сюда поступят, эти работы мы планируем провести уже в этом году. Сам проект рассчитан на два года. Это первые работы этого года. То есть, осенью здесь начнут менять освещение? Да. Ну, хотела бы обратить внимание, что освещение будет установлено по периметру парка полностью. Будут освещены все дорожки, которые будут проектироваться. А асфальтирование будет сделано или какая-то тротуарная плитка? Нет, будет асфальтирование предусмотрено. Это работа следующего года. И это, соответственно, лавки для отдыха? Да, безусловно, конечно, это само собой разнообразие. А площадка с аттракционами для детей? Площадки останутся на том месте, где они есть. Единственное, как я уже сказала, появится дополнительное их освещение. Ну, а потом в перспективе посмотрим в планах, ну, не планах этого и не следующего года, сделать хорошее покрытие под ними. То есть, грубо говоря, срок сдачи работы по реконструкции городского парка – это? 30 сентября следующего года. Ширина новых пешеходных дорожек – 3 метра. Со стороны улицы Московской вход перенесут ко второму дому. А в остановке Академической его сделают организованным. В обновленном парке мест для отдыха станет больше, а вот таких мест, надеемся, меньше. Этому должна поспособствовать система видеонаблюдения.